26 апреля, четверть века назад, в воздух взлетела 100-тонная крыша чернобыльского реактора. Значит, страшного, конечно, ничего там нет. Это ясно. Этих людей называли биороботами. Солдаты и офицеры работали в непосредственной близости от раскуроченного взрывом реактора Чернобыльской АЭС. Уровень радиации здесь в тысячи раз превышал предельно допустимые нормы. Техника не выдерживала, тогда работать приходилось вручную. Люди, символически защищённые респираторами-лепестками и свинцовыми пластинами, лопатами разгребали и выносили смертельно опасный мусор. Всего через атомную станцию прошло более полумиллиона человек. У нас проживал реакторный цех, работники реакторного цеха, администрации станции, дозиметристы. Работали они по четыре часа вахты, бывали по два часа вахты. Они приезжали у нас, отдыхали, питались. И после этого снова на объекты. Александр Овчинников в 1986-м был старшим штурманом Пермского теплохода «Азербайджан». Пассажирское судно было направлено в район катастрофы. Речники обеспечивали условия проживания для специалистов атомной станции, доставляли необходимые грузы, продукты и чистую воду. Команда Пермского теплохода находилась в 30 километрах от АЭС. Почти за три года работы люди получили серьёзную дозу облучения. Сам теплоход после обработки даже, когда его обрабатывали и потом перегнали в Севастополь, после его ликвидации уже не востребован был. И то на нём в 4, в 5, в 6 крат, в зависимости от места, превышало дозу допустимой радиации. Каждый пятый из моего экипажа, который участвовал на ликвидации аварии, уже похоронен. Более пяти тысяч жителей Прикамьи работали в зоне действия атомного вулкана. Многих из них уже нет живых. В этот день о катастрофе вспоминают ветераны-чернобыльцы многих городов России, Украины и Белоруссии. Юлия Зыкова, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова